В области Улутау откроют три центра для людей с инвалидностью. Их строительство включили в комплексный план развития региона. Там сейчас проживают больше 10 тысяч человек с особыми потребностями. 890 из них несовершеннолетние. Только в одном сад Паеве зарегистрировали 279 особенных детей. Оказать всем эффективную помощь пока не удается. В городе работает всего один центр адаптации, который посещать могут только 40 детей. Алмаз Кабербеков инвалид второй группы. Трудности, с которыми он столкнулся на жизненном пути, побудили его открыть специальный центр. Здесь по государственному заказу проходит реабилитацию 40 детей 5 дней в неделю. В зависимости от диагноза каждому ребенку назначается соответствующее лечение. Можем охватить только 40 детей. У нас есть логопед, эрготерапевт, специалисты ЛФК. Также мы добиваемся больших успехов благодаря занятиям на ипотренажере. А родители, которые доверили своих детей специалистам, получили свободное время. Небольшой центр уже доказал свою эффективность, говорят в учреждении. Основная масса детей, приезжающих в наш центр, это дети с ДЦП и другими видами заболеваний опорно-двигательного аппарата. За счет совместной работы специалистов и родителей есть успехи. Четыре ребенка встали на ноги и сделали свои первые шаги. В этот центр принимают детей от 2 до 12 лет. В ближайшее время откроется еще одно специализированное учреждение. В следующем году мы планируем открыть такой же центр, но для подростков, для тех, кому больше 12 лет. Это один из трех проектов, реализуемых в рамках комплексного плана развития области. Еще два центра для людей с ограниченными возможностями откроются в Жасказгане в 2023 году. Кристина Юсичева, Елдос Кокенов, Нурбол Уздыкбаев, область Улытау, Хабар-24. День открытых дверей для людей с инвалидностью прошел в Уральске. Задать свои вопросы желающие могли представителям Центра занятости, правоохранительных органов, сферы здравоохранения и других профильных ведомств. Консультации от специалистов получили свыше 100 жителей города. В частности, поступили вопросы по трудоустройству, представлению жилья, лекарственных средств, реабилитации, получения инвалидности и социальных выплат. К слову, в Западно-Казахстанской области на сегодня проживают свыше 24 тысяч людей с особыми потребностями. Инвалид первой группы по зрению. Я пришел сюда в поиске работы, потому что сейчас пособие по инвалидности очень маленькое. Мне пообещали, что после нового года постараются решить мою проблему, найти мне работу. Все пожелания и просьбы взяты на заметку специалистами. Будут рассмотрены профильными отделами. День открытых дверей мы планируем проводить регулярно, то есть раз в месяц. На проблему уличного освещения жалуются жители Уральска. В городе сегодня почти 500 пешеходных переходов, больше половины из них не оснащены фонарными столбами. Вопрос обещают решить в рамках проекта бюджет народного участия. До конца года их обещают установить на 184 пешеходных зебрах. Альбина Кумар-Галеева продолжит. В осенне-зимний период на уральских улицах недостаток освещения всегда становился настоящей проблемой. Как для автомобилистов, так и для пешеходов. В этом году на зебрах близ школы и других соцобъектов устанавливают яркие светодиодные лампы. Каждый день я вожу внука в школу. Сейчас по утрам темно. Установили такое яркое освещение. Это очень хорошо. Детей на зебре отлично видно. На улицах города сегодня насчитывается свыше 300 переходов, где отсутствует освещение. Теперь, благодаря бюджету народного участия, современные светодиодные лампы установят на 184 участках. Договор с подрядной организацией был заключен на 76 миллионов тенге. На эти средства в областном центре будут установлены более 200 опор пешеходного освещения, а также 900 светодиодных ламп. Сейчас мы, например, находимся на улице Самар. Здесь перекресток относительно оживленный. Ранее пешеходная зебра здесь не была освещена. На сегодняшний день уже порядка 60% у нас готово. Работа ведется каждый день. Сейчас без выходных. Должны успеть до конца этого года все мы это сделать. На данный момент сейчас работают три бригады. И опоры устанавливают, и светильники устанавливают. Что сказать? Ну, естественно, гарантия на выполненную работу у нас два года. В этом году на 184 объектах, то есть на 184 пешеходных переходах ведутся работы по устройству освещения. Мы охватили такие районы, как Старый аэропорт, Второй рабочий поселок, Микроэмстроитель, а также некоторые участки центральной части города Уральска. Освещение дорожных разметок решит проблему безопасности участников дорожного движения, говорят полицейские. Ведь чаще всего наезд на пешеходов происходит из-за плохой видимости на дорогах. Одним из факторов, влияющих на состояние безопасности и совершение ДТП с участием пешеходов, это освещение улиц, населенных пунктов, в том числе областного центра. А также неблагоприятные погодные условия. К примеру, даже улица Айткулова является недостаточно освещенной, и там совершаются очень часто дорожные транспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов. С начала года в регионе произошло свыше 100 аварий с участием пешеходов, где погибли 11 западноказахстанцев. Большая часть ДТП случились именно из-за плохой видимости и освещения на дорогах. Альбина Кумаргалева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Уральск. Озеро Болколдак Павлодаре исключат из специальной экономической зоны. На сегодня на дне водоема хранится 670 тонн ртути. Таким образом, площадь, на которой расположены крупные производственные предприятия, сократится в три раза. Обсуждают это в рамках проекта постановления правительства. Напомню, глава государства Касамжимар Тука в ходе визита в регион дал поручение оценить масштаб экологической проблемы и определить наиболее эффективные пути ее решения. В области разработали комплексный план до 2024 года. Отмечу сейчас, на специальной экономической территории Павлодар находится больше 40 производственных объектов. Для инвесторов есть еще свободные 400 гектаров. За последние 20 лет в СЭС вложили 88 миллиардов тенге инвестиций. Построили заводы химического, нефтехимического, металлургического направлений. Озеро на сегодняшний день не приносит никакого вреда. Главное, чтобы оставшиеся на дне вредные вещества не попадали в реку Иртыш. Сейчас для этого проводится специальная работа, выделяются средства. Правительство этот вопрос берет свою компетенцию. Вообще-то это озеро полезно для промышленности, потому что все сточные воды от производственных предприятий сливаются в него. В Германии убит во время спецоперации стрелок, ранее пытавшийся захватить радиостанцию. Об этом заявили в полиции. Напомню, в субботу мужчина, вооруженный пистолетом, попытался ворваться в здание местной радиостанции. Он открыл огонь по двери у главного входа, однако проникнуть внутрь не сумел. Затем злоумышленник направился на машине в центральную часть города, где укрылся в одном из помещений торгового центра в Дрездене. Там он взял в заложники двух человек. Заложники не пострадали. Преступник, по данным правоохранительных органов, имел проблемы с психическим здоровьем. Чуть позже дрезденская полиция сообщила, что в одном из многоквартирных домов обнаружили тело убитой 62-летней женщины. И что подозреваемой в убийстве является ее 40-летний сын. Совет Евросоюза утвердил макрофинансовую помощь в размере 18 миллиардов евро Украине. Информацию об этом опубликовали на сайте органа. В заявлении отмечается, что этот кредит будет иметь 10-летний льготный период. Теперь утвержденное Советом ЕС предложение направят в Европарламент. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях. Жители Пекина опасаются нового роста заболеваемости ковидом. Люди с опаской отнеслись к решению властей ослабить ограничительные меры по контролю над распространением коронавируса по всей стране. Улицы мегаполиса и торговые центры остаются пустыми. Некоторые сознательно избегают мест скопления людей из-за страха заражения. Накануне эксперт по респираторным заболеваниям Китая Джун Наньшань заявил, что после непрерывной мутации патогенность омикронштамма коронавирусной инфекции COVID-19 снизилась, и 99% заразившихся перенесут болезнь без осложнений. В столице Норвегии, Осло, прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году престижную награду получили представители Украины, России и Беларуси. Комитет решил наградить Украинскую правозащитную организацию «Центр гражданских свобод», российское правозащитное сообщество «Мемориал» и белорусского правозащитника председателя «Центра весна» Алиса Беляцкого. Отмечу, что церемония награждения, официальный банкет проходит оффлайн впервые после начала пандемии коронавируса. Монумент в памяти погибших воинов-интернационалистов установили в городе Кандагаши Актюбинской области. Стелла с изображением образа солдата и именами героев появилась в Центральном парке. Его территорию в будущем планируют благоустроить, озеленить и построить в честь павших земляков уже большой памятник. После там будут проходить все культурно-массовые мероприятия патриотического характера. Отмечу, в афганской войне, унесшей жизни тысячи советских солдат, участвовали больше ста уроженцев Мугалжарского района. Сейчас там проживает 37 воинов-интернационалистов. Просьба общественников об увековечении имен погибших героев была услышана. Из бюджета выделили средства в размере 5 миллионов тенге и установили вот такой монумент. Это начало работ в этом парке. Планируем сделать его излюбленным местом отдыха горожан. Поход в кинотеатр для воспитанников Центра УМЭД организовали в Ускаменогорске. Инициатива принадлежит сотрудникам областного департамента уголовно-исполнительной системы. Из-за сильных морозов, которые стоят на востоке республики, в школах занятия проходят в онлайн-режиме. Таким образом, полицейские решили обеспечить детям полезный досуг. Киносеанс, попкорн и фотосъемка подарили юным киноманам хорошее настроение. По словам представителей ДУИС, это не последняя подобная встреча. Сотрудники выехали в детский дом УМЭД, чтобы отвлечь детей, так как они сейчас не могут выйти на улицу в связи с холодами. И организовали поход в кинотеатр. Детям это очень понравилось. Администрация учреждения в дальнейшем также будут организовывать такие мероприятия. Если честно, то я просто обожаю такие фильмы, как «Приключения» или еще чего-то. Я с самого детства люблю читать про приключения, смотреть про приключения. Мне очень интересно там узнавать какие-то истории, помогать кому-то. Ну и на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok